Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня воскресенье, я собираюсь в паду, и мои уже на самом деле выходят. Я с ними разговариваю, им отвечаю. И записываю часть, которая мне необходима для того, чтобы объяснить, как же можно хорошо и не очень травматично, как мне кажется, укладывать тонкие волосы. Видео выйдет отдельно в рубрике «Уход за волосами. Укладка тонких волос». Я очень люблю верхнюю одежду еще и за то, что можно волосы носить вот в таком ложном коре. Это смотрится очень стильно, очень аккуратно. Возьмите на заметку и всегда поднимайте воротник. Воротник, который вы приподнимете, он будет вас согревать. И на самом деле одежда смотрится очень и очень стильно. Когда воротник поднят, я всегда детям поднимаю воротник. В воскресенье я всегда стараюсь надевать высокий каблук, потому что мы выходим гулять с семьей. Мне приятно быть красивой, женственной. На самом деле то, как я одеваюсь в выходной день, именно в воскресенье, либо в субботу. Но в субботу мы редко выбираемся все вместе, потому что Егор учится в субботу до полудня. То, как я одеваюсь в выходной день, кардинально отличается от того, как я выгляжу в течение недели. Да, сегодня я надела платок, потому что, мне кажется, это всегда красиво и уместно. Я очень люблю яркие аксессуары, очень люблю шелковые платки. И согревает, согревает, когда ветерок, на самом деле на шее полезно что-то иметь, даже если это не что-то шерстяное, а шелковое. Ну что ж, падуя в полном разгаре карнавал, празднуют все, детей очень много, животные празднуют тоже карнавал, их наряжают тоже. Хотя сегодня я не смогла заснять, животные были просто без одежды, возможно, потому что тепло, но очень часто и животных наряжают. И вот мы все вместе приехали, дети очень мило часто не узнают меня издалека. Люди гуляют, люди вышли, очень многие нарядились. На самом деле, сегодня я не планировала снимать стрит-стайл, я не была одета удобно. И на самом деле, я хотела провести время со своей семьей, но могу сразу сказать, что стрит-стайл у меня получился все-таки, и подборка получается очень-очень хорошая. Ну что ж, солнечный прекрасный день, очень многих стрит-стайлеров мы уже знаем и узнаем, я думаю, многие помнят этого сеньора. И сейчас я покажу вам, потому что часто мне задается вопрос, Яна, а как же вы снимаете, как вы уговариваете ваших стрит-стайлеров остановиться, и что вы им говорите? Ну что ж, как я часто писала в комментариях, отвечала на подобный вопрос, я говорю действительно комплименты своим стрит-стайлерам, потому что мне действительно очень нравится, когда я снимаю их, я останавливаю только тех людей, которые мне очень и очень нравятся, которые мне понравились издалека, я их заметила, увидела. И конкретно этому сеньору я сказала, очень красиво, классическое сочетание пальто плюс классический пиджак, классические брюки, то есть мужской классический костюм, иначе говоря, и спортивная обувь. На самом деле, я считаю, что в таком возрасте сделать подобную компоновку, это очень здорово. А у следующей своей героини я попрошу сфотографировать ее обувь, потому что это тапочки, мне очень захотелось их заснять, потому что смотрелось красиво вместе с бежевым пальтом. Девушка была вместе с детьми, я не стала ее отвлекать, и она была очень любезна, она мне даже сказала, что подобная обувь продается в Заре, если она вам нравится, загляните в Зару. На самом деле, нужно отдать, конечно же, должное итальянцам, они очень-очень дружелюбны, очень-очень открыты, и как правило, мне действительно часто люди сообщают бренды, я не спрашиваю их, но они сообщают мне, где они купили ту или иную вещь. Ну что ж, становится все теплее, мы сейчас пойдем пообедаем, а потом ребята будут выбирать мне одежду, обувь и аксессуары. Так, Егорка, если бы я приехала забирать тебя из школы, когда все родители меня видят, и твои одноклассники тоже, какой бы обуви ты хотел меня видеть? Как рукав Леопартовым, посередине. Посередине? Да. Ты знаешь, Егорка, я с тобой соглашусь, это самое то, для того, чтобы в школу приехать тебя забрать, правда? Да. А почему ты считаешь, что это красиво? Там же Беллиопартовый, цвет на лице, и каблуки тоже. Ты считаешь, что девочка, женщина, девушка должна быть на каблуках или на плоской подушке? На каблуках становится красиво, но где можно быть на каблуках-прочкой. Спасибо. Егорка, здесь, если бы ты мог мне выбрать, какие бы кроссовки ты мне выбрал? Белые черные, белые, белые, и фукши, и черные. Которые посередине? Да. Ты бы для меня Габри эти выбрал? Да. И шумку такую, и фикшовки белые, такие. А ты, Егорка? Вот эти посередине, белые, черные. Белые, черные, вот эти. Да. Данечка, а ты бы какие мне кроссовки купил? Эти. Как Габри? Ребята, какие кроссовки красивее? Черные или белые? Белые, конечно. Белые, синие и красные. Белые, синие и красные? Нет, эти белые, черные, с красными. Егорка, я с тобой согласна. Белые с красным самые лучшие. А мама, какие черные эти? Данечка, тебе черные? Да. Белые, синие, вот эти? Рядом с белыми, синими, красными. Я тоже. А нам, Егорка, понравились эти белые, с черным и с красным. Класс. Я с тобой согласна, Егорка. Алида суперстар. Папуля, вставай рядом. Егорка, вставай рядом. Ребята, как вы считаете, какой комплект из всех самый красивый? Синий тот, что посередине или сбоку? Папуля, тебе слово первому. Более-менее нравится Боди. Боди, Егорка, а ты как считаешь, что красиво? Ти синие сбоку. Ти синие сбоку. Габри, Дани, какие трусы самые красивые? Синие. Синие. Дани, ты что скажешь? А, вы про трусы. Ну, комплект, не только про трусы. Синие. Синие. Ребята, что красивее? Джинсы и белая футболка или кардиган и платье? Кардиган и платье. Данечка, ты? Белое платье. Платье. А ты, Егорка? Тоже платье. Тоже платье. Папуля, ты? Все ужасно. Все ужасно. Так, ребята, тут что красиво? Джинсы и пиджак? Пиджак. Или пьюмино и брюки? Все красивое. Все красивое. Все красивое. Егорка, ты что скажешь? Ничего не нравится. Да вы за папой повторяете, ребята. Да, джинсы слишком высокие. Высокие не нравятся на девочек? Да, не нравится. А тут станы слишком широкие. Мама, хочешь, тебе подарок? Папуля, тебе нравятся ботинки? Мама, хочешь, тебе подарок? Хочу, конечно. Хочешь, эту лампочку? Очень, давай мне эту лампочку. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжая тему того, как я фотографирую, как я снимаю других людей, могу сказать, что я постоянно вижу вокруг себя людей, которые снимают других людей. И признаюсь, я несколько раз замечала, как фотографируют моих детей, как в данном случае, и несколько раз я делала вид, что я не заметила, как фотографировали меня. Ну что ж, дорогие зрители, желаю всем прекрасного настроения, солнечного весеннего настроения. Увидимся очень скоро на стритстайле, на обзоре витрин. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!